В Лондоне ты получаешь это удовольствие, независимо, ты идешь там на обед, на работу, там много людей, ты идешь и получаешь удовольствие, я не знаю, ну вы же все были, куда-то ездили, я не видел человека, который бы гулять там по центру Праги, Праги с хорошим пивом, испытывал бы от этого стресс и удался бы забежать поскорее в лес, да, вот человек испытывал стресс. Весь вопрос, получают удовольствие именно вы, приезжие и туристы, или все-таки местное наследие, которые там живете, они тоже получают удовольствие? А какая разница? Большая. Ну ты же, есть тебе комфортно находиться на улице, комфортно находиться в городе, комфортно жить в этом доме или некомфортно, вот в чем стоит вопрос. То есть от чего ты испытываешь стресс? Ты испытываешь стресс от того, что вокруг тебя много людей или что? Человек испытывает стресс, когда он идет по тротуару и понимает, у тебя либо сейчас, говори, камеру отнимут, либо ты ногу сломаешь, потому что чуть темно, и я с фонариками сюда шел. А я иду с фонариком и думаю, блин, иду с фонариком, значит они будут думать, что у меня и телефон еще есть по нему. Так еще и телефон отожду, и телефон спрятать, тогда нет фонарика. Вот это стресс. У нас сосулек нет. Сосулек нет? Да, хорошо. Скажите, а куда относитесь к историческим зданиям? Например, на той же набережной, на которую вы выходили, есть ли от домов, которым больше 100 лет? Там нет исторических зданий, тебя обманули. Нет, я проверю, есть, есть, есть. А ну, я спрятал. Что эти здания сейчас не эксплуатируются, они находятся под ведомственным государством, то есть разрешат им. Но они, думаю, в очень бедном состоянии, поэтому покупать их у государства или арендовать коммерческими организациями смысла нет. Понимать их организации, видимо, не хотят, и вот они уже несколько лет стоят неиспользуемые. Стоит их сносить и строят тобы, или кто должен заниматься этим? Смотри, в случае, вот эта там какая-то у вас есть улица, центральная, да, все равно называется, ее можно снизить, все от этого ничего не изменится. Потому что ценность имеет не историческое... Знаю, это, кстати, большая ошибка в Казани, потому что, когда они в Казани начинали там все делать реконструкции, как говорят, вот память, архитектура стоит. Замечательно, мы его сейчас отреставлируем, подвесим табличку, будем оберегать. Это какой-то сарай стоит. Ну, сарай здесь все построен, да, торговый комплекс или какой-то рядом небоскреб. Дальше опять строят там исторические доли. Ценность представляет не историческое здание, ценность представляет историческая среда. Если ты уничтожаешь среду, то твои исторические здания, они ничего уже не стоят. Ты их можешь снести, переставить, перестроить, пластиковые окна, сделать с ними что угодно. Они никакой ценности не питают, ценность представляет среда. И вот вся беда вот этой вот улицы, да, центральная, что там нету исторической, даже намека нет на историческую среду. Потому что там стоят какие-то цыганские эти особняки, которые каписковали у наркоторговцев цыганских. Ну, один в один я такие видел в Румынии. Какие-то гаражи придорожные, вот эти, кафе там для дальнобоев. Ну и несколько сарайчиков, видимо, действительно исторических. Вот, но это не историческая среда. Это, там нету атмосферы старой улицы, которая там была или еще что-то. Поэтому это можно снести, это ничего не изменится, там ценности уже нету. Потому что само по себе здание, без загружения, оно ценность не представляет. Понял совершенно. Это как ты такая вот красивая, нарядная, зайдешь какой-то вот кабак грязный. Ну, куда это годится? А ты сидишь с нами, видишь, у нас здесь вот хорошая среда. Все-все, все такие милые. А может быть есть на вашем опыте, я не знаю, вы знаете, когда какое-то историческое здание из вот среду, да, как-то удавалось сохранить в помощи взаимодействия какой-то организации или государства? А как это делать? То есть как заинтересовать государство в том, чтобы они тоже имели участие? Государство в этом не заинтересовано, потому что это не заинтересованы люди. Пока у тебя нет общественного запроса на сохранение исторической среды, бесполезно от этого требует государство. Государство, оно выполняет волю народа. Как бы каким-то парадоксальным бы это ни казалось, но пока нет общественного запроса на сохранение исторической среды, невозможно ничего сделать. Ты можешь прийти сегодня в любой, ну, в набережных членах там нет, но если ты в какой-нибудь город, где есть какие-то старые дома, ты можешь прийти и сказать, друзья, а теперь берём все дружно и вместо ваших убогих стеклопакетов ставим исторические деревянные рамы. И ты посмотришь, как тебя будут кидать кирпичами и обливать кипятком жителей и скажешь, давай, иди, давай гуляй со своими окнами и всем остальным. Или можешь попробовать заставить человека, живущего в памятнике архитектуры, снять кондиционер, и много нового про себя узнаешь. Потому что сегодня в России у населения нет запроса на сохранение исторических деревьев, все города не уничтожены. При этом даже те города в европейской части, где там всё это дело было, где там не было войны, их там не бомбили, и ничего. Но сегодня приезжаешь, и ты просто не понимаешь, что там произошло, потому что обычно такой отразительный контраст, это там где-нибудь города, которые там разбомбили во время войны, и тогда понятно. А когда люди сами там всё это дело сносят, застраивают там не пойми чем, то что никто даже не возмущается. В Москве до сих пор сносят в центре там исторические здания, и ни один человек не выходит на улицу, потому что всем всё равно. Поэтому только общественный запрос, и тогда что-то получится. Я большая проблема, мне кажется, общественный запрос, это то, что общество сами не знает, чего нужно требовать, потому что ты один, и пытаешься что-то там показать людям, как это там, ну, США, Европе и так далее, а многие люди даже, ну, грубо говоря, я с ума бывшая житель Набережной Чанов, и я действительно раньше верила в то, что наши яркие дома, они действительно красивые, они... Купила квартиру в Подмосковье, смотрите, не пропелась. И более того, живут в Америке. В Америке живёт. Вот. Но дело не в этом, дело в том, что, как бы, как решить этот вопрос, потому что люди, они не знают, чего требуют, то есть, ну, ты говоришь там, ну, это неблагоприятная среда, и что? А для многих из нас, как бы, это благоприятная. Смотри, да, есть большая проблема с образованием. Население по большей своей части крайне необразованы вопросы городской среды. Не потому, что у нас какие-то люди там неправильные, да, у нас люди замечательные. Просто об этом никто не говорит. Если ты посмотришь, ну, о чём у нас говорят, и что парадоксально, да, когда любой, ну, взять этого, любого Габаря, который сейчас у Магнито стоял и смотрел на мою камеру, они все знают, что это хороший автомобиль. Потому что каждый день, там, по телевизору, в кино и везде, там, в журналах, им вот рассказывают, там, мачтут, что такое хороший автомобиль. Он знает, там, чем Ferrari отличается, там, от Porsche, там, он знает какие-то характеристики. Он может никогда в жизни эту машину даже не то, что не посидит и не поедет, и он никогда в жизни может даже любить глаза, только по картинкам знает. Но он в автомобилях разбирается, там, Deo Nexia или Lada Granta, ты ему, как хороший автомобиль, не подсунешь уже с детства. Люди примерно знают, что это хорошая еда, потому что каждое утро, в утреннем шоу, у тебя в комментарии передачи, тебе рассказывают, что такое хорошая еда. Почти каждый, там, слышит, что есть какие-то рейтинг, там, Michelin, какие-то звезды есть, и какие-то есть высокая кухня, есть какие-то повара, и вот что-то есть, какая-то там, foie gras, лобстер, хотя мало кто там это пробовал из простых людей, но тем не менее они это знают. А что такое комфортная городская среда, хорошая архитектура, не знает никто, потому что, смотрите, нигде не говорят, это нигде не объясняют. Хотя, казалось бы, это гораздо важнее, потому что от этого зависит жизнь. Люди в этом живут, а не понимают, поэтому приходится, приходится вот этими руками каждый день, да, по три поста в день писать, ну что поделать. Да. Хотел бы узнать ваше мнение про проект Венера Жанг Фреска, ресурсо-ориентированную экономику, и как вы умеете это? Можем наш проект сделать? Первый раз слушать. Проект Венера Жанг Фреска? Что? Венера Жанг Фреска. Никто не слышал? Я слышал. Не слышал. Ну да, то есть предлагается то, что на заводах везде будут работать роботы, а люди, получается, много. А зарплату получают просто так. Безусловный доход, да. В Швейцарии не прокатило. Хотел бы узнать ваше мнение, как вы думаете это вообще возможно? Ну, я понял, нет, но рано или поздно к этому все идет, и я не знаю, случится ли это там при нашей жизни, но от этого никуда не деться. То есть это такой неизбежный факт, потому что с развитием технологий понятно, что то количество рабочих мест, которое сейчас есть, оно будет не нужно. Ну, начиная от автомобилей, которые уже сегодня там автопилоты здорово катаются, я сам из Нью-Йорка до филографии на Тесле ехал, не держась за руль, вот, а это было здорово. То есть, ну, рано или поздно случится, ничего с этим не поделаешь. Ну, а как с этим будет, я не знаю, но это очень сложная тема, если мы сейчас начнем обсуждать, мы не обсудим по городам. Да. Полгода назад на местном съезде предпринимателей у вас есть проект адаптивный светоход. То есть светоход, который переключается не по таймеру, а анализирует состояние загруженности дороги и переключается до этого светохода. Вот на данный момент какая идея не получила поддержку администрации? Ваше мнение о перспективе этого? Во многих странах-то есть, и как управление трафиком, да, но это должна быть комплексная система масштаба города, когда светофоры настраиваются и меняются в зависимости от загрузки дороги дали. Нет, это в крупных городах, во многих это система работы и рабочая эффективность себя показывает. Вопрос. А вот ночь длинных ковше она случилась по общественному запросу или личному мнению чиновника? Что еще раз? Ночь длинных ковше в Москве случилась по общественному запросу или личному мнению чиновника? Как вы относитесь к конкретному государству или частной собственности? Это очень сложный момент. Случился это исключительно, конечно, по общественному запросу, потому что пиарщики к мэрии унесли Собянину замерку, что хорошего можно сделать. И они увидели, что людей достали вот эти вот все лаки, у метро там все это дело облепленное, и их было решено сносить. История в чем сложная? Что с одной стороны, действительно, казалось бы, частная собственность, у человека есть его ларечка с шаурмой, который стоит около метро, и трогать его нельзя. А с другой стороны, во многих случаях все понимают, как эта собственность была получена, то есть она была получена не совсем правильным путем. Но, на мой взгляд, мэрия отработала тем неправильно. То есть, на мой взгляд, это можно было решить вопрос красиво, договорившись с людьми, выкупив у них вне зависимости от того, как там было получено. Ну, уже что, да, то, как получал, то, как перепродавал, там, какой смысл сейчас это обсуждать? То есть, выкупить у людей все эти лавишки, благополучно их снести. Тогда эта история была очень красивая и все, но у нас, к сожалению, проще работать дубиной и взяли все снести. Стало лучше, но как это было сделано, сделано было бы лучше. Гля, вы говорите, что повлиять на городскую среду можно путем формирования запроса, информирования, либо ждать, пока будет федеральная какая-то программа. Как вот сейчас рабочий, студент, каждый из нас может положительно повлиять на городскую среду? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно ставить лайк моим постам. Надо просить информировать. Слушай, ну, требуйте перемен, ну что? Я не буду происходить. То есть, у тебя же в городе что-то меняется не потому, что у тебя вдруг президент Татарстан проснулся и думает, да не пригласит ли мне из Москвы какую-нибудь крутую тюрку, которая разбирается в парках общественных пространств и пусть он ведь что-то делает. Он же не так вот случайно с утра понял. Он это понял, потому что увидел, что люди этого хотят, что люди хотят, чтобы что-то менялось и что пора. И начал искать там хороших специалистов и их там привлекать. Когда он увидит, что таких людей будет больше и что людям нравится то, что происходит, или наоборот им не нравится, то будет больше проектов, будут там деньги выделяться. А можно продолжение? То есть вот, например, по поводу кварталов микрорайлов. Вот мы поняли, но мы потребители, а застройщики, как вот им объяснить, что это такое? Когда ты покупать не будешь квартиры в плохих домах? Вот вас как зовут? Настя. Вот как Настя, которая купила квартиру, не подумав о том, что там нету парковки. Когда ты пересядешь покупать, то тебе застройщик будет продавать что-то другое. Это же бизнес. А у нас в городе вы видели вот такие районы, в которых вам, например, было бы комфортно? Я не видел здесь ни одного дома, в котором мне было бы комфортно жить. Я не знаю, есть ли это здесь или нет. Но как только возник спрос на комфортное жилье, его начнут строить. Слушай, ну застройщики не дураки, они хотят зарабатывать деньги. Ну ты что думаешь, что если у тебя сейчас... Они анализируют рынок, они смотрят, что люди готовы покупать. И они видят сегодня, что люди готовы покупать хоть бы что. Лифт, хоть бетонный мешок, кроме цены сегодня человеку не интересует вообще ничего. То есть можно продать дом без окна, без лифта, без детской площадки, вообще безо всего. Потому что сегодня потребители недвижимости интересует только цена за свой бетонный мешок, за квадратный метр. Все. Поэтому... Как это успех? Идешь на завод из-за бетонных изделий, покупаешь какие-нибудь плиты стандартные. Лепишь свой там 9-15-20-30-этажный домик. И вишнишь рекламу. Квартиры от 500 тысяч студии. И все. И на этапе котлована ты продаешь. А в офисе продаешь, делаешь красивый макет и все обещаешь парковку. А потом банкротишь компанию и строишь новый дом. Как только появятся люди, которые поймут, что не имеет никакого смысла брать кредиты и вкладывать деньги в эту недвижимость. Потому что она не ликвидна. Просто это сейчас не понимают. Сейчас люди живут с представлением, как там в советское время. Потому что их родители учили, бабушки учили. Что единственный актив, который можно пронести сквозь эту турбулентность финансово-политическую, это недвижимость. Потому что квартирка останется. Так вот, когда люди поймут, что они покупают неликвидный актив, и эта квартирка не останется, они перестанут их покупать. Но представляешь, что завтра сами поймут, что у тебя квартиры начали дешеветь. И они будут дешевее и дешеветь каждый год на 10%. И еще никто не будет их покупать. Но это все равно должно с чего-то начаться. Это начнется в ближайшие 5-10 лет. Сейчас в вашем городе люди покупают то, что есть. Слушай, что значит ты? Я никогда не понимал человека, который несет там 2-3-10 миллионов. Ну я купил то, что есть. Ну что, у меня сейчас тут есть, да, какие-то у тебя там есть 10 миллионов. Пойду квартиру себе куплю. Ну а что, другого нет? Ну купил это. Слушай, ты себе туфли выбираешь. Если ты берешь туфли, и нет туфлей, которые тебе нравятся, ты покупаешь то, что есть? Или идешь в другой магазин? Или что ты делаешь? Ну а в других магазинах нет. В чем-то же ходить надо. Ну, хорошо, ладно. С туфлями, может быть, там ты сделаешь. Слушай, ты можешь взять и тебе говорю, Лучше, что можешь сделать сегодня, это арендовать квартиру. Потому что, если на рынке нет того, что тебе можно купить, можно дать арендовать, просто туфли арендовать. Можно арендовать туфли, их было проще арендовать. Ну нет никакой, нету никакой необходимости покупать плохую квартиру. Это главная покупка в твоей жизни. Ты тратишь сюда кучу денег. И относишься к этому, я не понимаю, как люди покупают квартиру на доме котлована. Когда нету дома, непонятно какой-то мутный застройщик, они просто истут отдать деньги какие-то зомби. Им говорят, слушай, вот здесь в воздухе будет твой бетонный мешок. И вот так это будет выглядеть. При этом нету ни одного прецедента, когда картинка соответствовала бы результату. То есть ни один застройщик за всю историю России не построил то, что он обещал. И все это знают, но все равно все думают, что сейчас это точно получится, поэтому сейчас ему дам деньги. Какие-то обманутые дольщики, еще что-то, непостроенные гаражи, которые обещали. Миллион случаев. Когда застройщик выполнил все свои обещания, построил то, что обещал, чтобы было еще как-то картинка, случаев нет. Но люди продолжают верить в свои деньги. Надо верить вместе деньги. Да. А как насчет частного жилья? Ну, когда надо громче говорить. А насчет частного жилья как? То есть не жить в квартире, а просто строить дом, покупать дом? Ну, это не про город. Вот жилье в деревне, живи в деревне. Одноэтажное, у меня был пост как раз про субурбию, так называемую. Вот у нас представители Америки здесь сидят. Это так же плохо, как и многоэтажный микрорайон, просто это другая крайность. Город не может быть частной сектором. То есть частный сектор это не город, это деревня. Те же самые проблемы, как и с микрорайонами. Ты не можешь, когда у тебя одноэтажный город, условно, когда это очень низкая плотность населения, ты не можешь сделать там нормальный общественный транспорт. Потому что у тебя живет там 10 человек на квадратных километрах, ты не сделаешь там нормальную остановку. Ты не можешь разваться бизнес. Там ничего у тебя не будет. Это не про город. Здрасте. Какова роль учебных заведений в городах? Потому что вот, ну, если вот, например, намеченные челны Казань, половина, наверное, населения молодого, особенно те вот выпускники и так далее, они уезжают в Санкт-Петербург, в Казань, в Москву. Ну и получается у нас такой город очень голый остается, и вся вот активная молодежь, умная и не очень, она, получается, переезжает, эмигрирует в более большие города, более интересные. Ну и вообще такая централизация происходит, уплотнение больших городов, где, может быть, инфраструктура лучше, а у нас как-то все грустненько и однако потакует. А вопрос в чем? Какова роль учебных заведений? То есть, потому что многие уезжают учиться и не приезжают обратно в городах? Они не приезжают в городах, потому что нечего делать. Ну, то есть, если бы здесь относительно, ну, опять же, если брать на мировой опыт, то ты, если ты посмотришь там студенческие, все там городки, вообще принято в чистое поле увозить, чтобы у студентов не было соблазна. Это у нас там делают там университет в центре города, да, чтобы город весело бухал. А там в Америке и Европе обычно все вот эти вот там Кембриджи, Окспорты и так далее, да, их относят куда-нибудь подальше в деревню, чтобы не было вообще ничего, и дети там как студенты, как резервация, живут только на выходные, потом в город приезжают. Вопрос, почему они не возвращаются, когда они выучились? Да, еще? Илья, ты много пишешь про бешеходные переходы, надземные, подземные и так далее. Вопрос в следующем. У нас на въезде входы, ЖД вокзал, автовокзал видел? Да, на крематорик похож, только написано чуть вокзал, а не крематорик. Приезжаешь и есть одновременная остановка. И там есть пешеходный переход надземный, на котором в этом году сбили девчонку, и мэр сказал, что там будем строить подземный переход, не уличный. И вот такая ситуация получается. Против этой городской спида, но одновременно там ездят в большегружные автомобили, потому что им надо выйти на трассу МС, то есть из Нижнекабской. Вопрос в чем? Я сейчас тебе расскажу, что делать. Вопрос в чем? Как в таких ситуациях, когда одновременно и городская спида, и мэр-шегружные автомобили вообще катаются? Как оптимально сделать? Оптимально, чтобы этого не случалось. Еще одна большая проблема советской городостроительной школы, это как появились улицы Мутанты. То есть, в принципе, опять же, если возвращаясь к первому опыту, есть два типа улиц. Есть улицы, условно там, магистральные, там, шоссе, хайвей, привей, там, в разных странах по-разному называется, которые существуют для того, чтобы с точки А в точку Б быстро доехал. В чем их отличие от улиц местных? В том, что они полностью обособлены от любой жилой застройки. Они проходят либо на эстакадах, либо по промзонам, либо как угодно. Самое главное, они никак не должны пересекаться с людьми. То есть, там нет ни тротуаров, ни остановок, вообще там нет общественного транспорта, там нет ничего. Там нет светофоров, там нет наземных переходов. Это такие скоростные, бесцветофорные артерии, которые быстро... Вопрос один. Наверное, самый интересный. А я давай сейчас расскажу или у тебя... Вы посмотрели, как будто взяли. Вы посмотрели, как будто хотели выслушать на меня. А, давайте сейчас... А второй тип улиц, это улицы местные, которые у тебя внутри города, которые спокойные, там ограничения скорост, там тротуары, остановки, переходы и все хорошо. У нас так получилось, что начали появляться такие уродцы. С одной стороны, это шоссе, по которому, по идее, ты должен куда-то там местись со скоростью 150 км в час. Ну, то есть, любая улица, которая есть у вас в набежных челнах, она спроектирована для того, чтобы ты по ней ехал, ну, 120 минимум. И штраф еще приходит. Нет, она спроектирует. Эта улица спроектирует для того, то есть, по своим характеристикам, как улица. Если ты эту улицу делаешь где-нибудь там, в Германии, и на нее, ну, в немец, он сразу втопит туда, там, ну, 200. Слушай, это вот, широкие полосы, без светофоров, там, эстакады, и тут знак 60. И это вот у любого, там, европейского, американского, который сюда приедет, ну, у него тут разрыв шаблона. Потому что ты, с одной стороны, ты решишь улицу, которая спроектирована, там, для того, чтобы ты по ней гнал. Другой, там, у тебя стоит знак 60, вроде, это город. Как так? Так быть не должно. То есть, если ты делаешь шоссе, это должно быть шоссе. Там не должно быть никаких переходов, там, переход должен быть надземный, там не должно быть остановок, оно должно быть, там, обособлено. Если ты делаешь, там, местную улицу, это должна быть улица. А мешать это нельзя. Получают такие вот франкенштейны, это, ну, к сожалению, до сих пор там, что в Москве, что у вас, это они по всей стране таки есть. Ну, а сейчас-то что делать, Дима? Реконструировать, убирать оттуда, если у тебя это шоссе, и из него надо делать шоссе, а тут надо уводить общественный транспорт, тут надо убирать переходы. А как раз по ген-плану 20-30? Только надо громко говорить, потому что я, батарейки в слуховом аппарате у меня сели уже, и... По ген-плану 20-30, дорогу переносил X7. Потрясающую вещь, уже решили, что делать и без нас. Да, давай. Вот самый, наверное, интересный вопрос, о нашем городе будет видео или пост? Ну, это же хотя бы в плохом как бы... Вижу, у меня камера, и я снимаю, если кто-то ещё с них снимает, я потом заберу камеру и конфискую записи. Да, давайте ещё три вопроса, потому что завтра рабочий день, да? Вот, три вопроса. Как раз, Илья, вопрос по поводу... Быстро бы БЛИЦ! Забрать камеру. Спрашивайте, почему у вас так я хотят избить в разных городах? То есть... У меня... Обычно не хотят. На приглашении там был человек, который написал, ура, можно набить ему морду. И то есть, вопрос в том, почему... Что за агрессия? Что за агрессия? Ну, это надо спрашивать у людей, которые хотят кому-то набить морду. У меня желание кому-то... Если у меня кому-то есть, у меня агрессии нет. Вот. Если у кого-то появляется желание кого-то побить, надо с этим человеком, ну, рабоять. Спрашивать, почему он это хочет сделать. Не знаю, может там, к психологу будут сходить. Ну, это ненормальное желание для человека. Да. Вопрос сложный, к сожалению, пришлось его оставить на конец этого мероприятия. Формирование общественного запроса. Какие вообще у нас в стране есть механизмы для того, чтобы человек с пламенем в сердце моторчиком в известном месте мог начать формировать запрос, которого нет на текущий момент? Да. Эти механизм называются политика. За исключением выборов. Вот, допустим. Да, да, да. Вот это так и работает вообще. Смотрите. Увы, исключения. Увы, реформы возможны только через выборы, через политику. Как только ты... Если ты считаешь, что ты можешь что-то делать вне политики, ты никогда ничего не сделаешь. Выборы, выборы, выборы. Нужно идти в политику тебе самому. Нужно активно вести политическую жизнь. У тебя появятся все рычаги и инструменты. Это точно. Ты представляешь, как есть суп без ложки? Никак. Палочками. Палочками можно. Допустим. Выборы прошли. Ты сам не прошел. Что? Да. Должны же быть какие-то гражданские механизмы по взаимодействию с властью? Той, которую уже избрали. Власть не заинтересует. Мы же обсуждали про чиновников. Власть не заинтересует с тобой никак взаимодействовать. Ты не нужен. Вообще никак. И власть делает все, чтобы ты лишний раз к ней не лез. Если она не делает какие-то институты, какие-то общественные палаты или еще что-то, это делай так, чтобы ты от нее как бы отстал и там иди мальчик, и туда не лез. Ты и с тобой взаимодействовать не нужно. И не нужно никак с собой взаимодействовать. Единственный инструмент, который работает, это выборы. Выборы. Поэтому под выборы «Индиная Россия» сделала проект комфортной городской среды. И я думал, конечно, в 2018-м, но в следующем году, в следующие выборы, на какой уже срок? На пятый срок Владимир Владимирович Путин пойдет с урбанистической повесткой. В 2024-м году. Сейчас еще бы не дотянули, но в 2024-м Владимир Владимирович Путин пойдет с урбанистической повесткой на пятый срок. Что ты такое говоришь? Нет, действительно, друзья, любые изменения, которые возможны, они возможны долго через политику. Нигде в мире других прецедентов нет. А вы власти были? Что? Я выбор. Конечно. Это сложно. В нынешней ситуации лично для меня нету кандидата, которого я был бы поддержать с удовольствием, поэтому, скорее всего, мне придется ставить галочку без удовольствия, но я на выборы обязательно пойду, потому что я считаю, что на выборы надо ходить в любом случае. Это единственная возможность что-то поменять. И вот часто спрашивают, в Москве построили парк Зарядье, и тут все выходят и говорят, а что нас там не спросили? Ну давайте посоветуемся там с жителями, давайте мы сейчас спросим, проведем какой-то там опрос и спросим у жителей, а делать там здесь парк или не делать здесь парк или начали вводить платную парковку, и все возмутились, почему нас там спросили, хотели бы делать платную парковку. Вас спрашивают на выборах. Все. Это единственный момент, когда жители о чем-то спрашивают. На избирательном участке. Вы доверяете управлению городом, своим районом, страной, областью, вы доверяете управлению какому-то человеку, который потом проводит реформы, и потом он спрашивать вас не должен. Не то, что он может, он не должен. Спрашивать, потому что когда человек проводит реформы, если вы хотите, чтобы вас потом спрашивали в процессе управления человека, то вы получите неэффективного управления, нефигурного политика. Не прежде всего быть популистом, потому что как только мэр или губернатор будет по поводу каждого человека советоваться с населением, естественно, в принципе, популистом он не пройдет никакой нормальных реформ. А спрашивать на выборы. Поэтому на выборы нужно обязательно ходить, в выборах желательно участвовать, чтобы в 25-м году мне было, в 24-м году мне было за кого ставить галочку. Так мы же потом с этой власти не спрашиваем то, что они нам обещали. Вот в чем проблема наша страна. Я считаю. Ты идешь на выборы, и если твой кандидат в прошлый раз тебя обманул, ты не ставишь за галочку. А разве Путина и Единая Россия не обещали того, что они... А зачем ты за него голосуешь? Я не голосовал. Ну кто-то же голосует. Нет никаких ответов. Кто-то же голосует. Политифицируют. Что? Политифицируют. Ты не фальсифицируешь. Не зря в облике в настоящем Китай биллборде выставили полицию на сзади. Да, это забавно. Это забавно. К сожалению, ты не фальсифицируешь 50-60%. Ты можешь, там, современные технологии, они позволяют, там, ну, 10% там накрутить. Потому что дальше она будет уже, там, не то, что уже торчать, там... Заставляют людей, вкидывают... Учителей. Ну как, ну, слушай, ну, как заставляют... Вот сидит, да, учительный. Север, тыди, голосуй. Ну все. Надо было какое-то сознание менять, чтобы люди мыслили критично. Надо менять. Надо менять. Надо менять. Чтобы патриотизм не подменялся... Да, на этом мы закончим. Спасибо, что пришли, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ